10 часов утра на правом берегу Химкинского причала собираются первые пассажиры долгожданного речного трамвая до отправления теплохода считанные минуты. Это вот то, что мы ждали, то, что мы хотели и мы очень рады. Капитан оповещает, что теплоход отправляется через две минуты, пассажиры проходят в трюм. Исторический момент, речной трамвай отправляется от Химкинского причала и направляется в северный речной вокзал. Время в пути составит примерно 30 минут. Скорость перемещения по воде до 15 километров в час. На борту может находиться до 150 человек одновременно. Пребывать можно как на верхней палубе, но если пойдет дождь, можно спуститься вниз. С погодой в первый день работы речного трамвая повезло. Яркое солнце и средней силы ветер позволили с комфортом находиться на верхней палубе. Здесь размещены десятки столов, за которыми могут расположиться до сотни человек. Теплее и комфортнее на нижней палубе в закрытой зоне. Здесь есть бар, где можно заказать еду и напитки. Среди первых пассажиров члены движения общественной поддержки. Именно они довели инициативу по запуску речного трамвая до ее реализации. Это одна из инициатив наших горожан, наших жителей. Называется речной трамвайчик. Цель данной инициативы и данного проекта объединить два берега, левый и правый берег. Инициативы разные от благоустройства эко-берега, тот же самый речной трамвайчик, благоустройства дворовых территорий, спортивных сооружений. То есть очень много. Можно зайти на сайт, посмотреть, ознакомиться и проголосовать, оставить свои комментарии. Все инициативы жителей собраны на сайте «Хижонлайн», голосуя химчане, сами определяют порядок их реализации. Первая и последняя промежуточная остановка – причал Захаркова. На борт вступает молодая семья. О новом маршруте из Химок до речного вокзала они узнали от друзей. Через 30 минут теплоход прибывает на северный речной вокзал. Обратно в Химки отправляются около десятка человек, для которых речной трамвай открывает новые возможности. Я на речном вокзале живу всю жизнь. Очень рада, что открыли этот маршрут, речной вокзал Химки. У меня в Химках живет подруга. Марина, привет. Мы теперь можем с тобой друг к другу на кораблике путешествовать. Всего по маршруту начали следовать пять теплоходов и один в резерве. За штурвалом этого капитан-механик из Москвы, который многие годы курсировал по воде в пределах столицы. А теперь вот будет привыкать к новому маршруту. Модель корабля «Москва-проект». Речной трамвай возвращается обратно в Химки и проплывает мимо причала у правого берега. Он заработает уже в ближайшие дни. Сзади нас установлено непассажирское судно «Мегаполис», которое будет использоваться как временный причал. В настоящее время подход к нему не обустроен, поэтому посадки и высадка пассажиров не осуществляется. После обустройства трапа на «Мегаполис» на него также будут подходить теплоходы и осуществлять посадку и высадку пассажиров. Курсировать теплоходы от левого берега до правого и обратно начнут только после майских праздников с 8 до 10 и с 18 до 20 часов. Стоимость проезда – 37 рублей по карте «тройка» и 50 рублей при оплате наличными или банковской картой. В остальное время теплоходы будут курсировать от Химок до Северного речного вокзала с остановкой на причале Захаркова. Проезд стоит от 250 до 300 рублей, в зависимости от способа оплаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова